Всем привет, друзья, ребята, с вами Юранка, и сегодня, точнее даже вчера, я столкнулся с таким неинтересным, довольно-таки странным багом, который мы сегодня с вами будем решать. Если вдруг данное видео выйдет на ютубе, значит оно все-таки действенно, и данный баг можно будет исправить путем, который будет сегодня мной рассказан. Смотрите, в общем, ситуация произошла в следующем, я пишу немножечко вкратце. Все майнилось, все было хорошо, было прекрасно, значит у меня в кошельке ChiaCoin я создавал платы, все засеивалось, крипта прибавлялась, постепенно происходили выплаты, если обратить внимание, то есть выплаты шли, 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 шли. Единственные исходящие, которые здесь у меня указаны были, это лишь завходы в пулы, и, соответственно, самое большое пополнение было у меня, это вот на 0,00 практически 0,02 ChiaCoin. То, что мы с вами видим, в итоговом балансе отображается информация совершенно иная. Со вчерашнего дня примерно у меня отображается минус 0,02 в минус, то есть сумма ушла, потом она начала как бы прибавляться с каждой выплатой. Постепенно плюс-плюс-плюс, потом в итоге 0, 0, кстати, я обратил внимание, стало у меня в тот момент, когда у меня интернет появился. И что я вижу дальше? Я вижу вот такую картину, у меня как бы все пошло в плюс, но при этом у меня сумма минусовая, а должна быть более плюсовая. То есть такое чувство, как будто у меня списали огромное количество просто ChiaCoin, а я об этом даже не в курсе, то есть будто кто-то завладел нашим кошельком, хотя при этом в исходящих у нас с вами не указано ни одной транзакции совершенно. Что делать в этой ситуации? Во-первых, попробуйте просто перезапустить само приложение целиком для того, чтобы произошла синхронизация вновь. То есть, возможно, просто проблема синхронизации и так далее. У меня произошла ситуация, в плане 6 утра обрубили интернет. Интернет дали примерно спустя 7 часов. Я подозреваю, что это могло быть именно с этим и связано. То есть проблема синхронизации и, соответственно, уже значение отображается неверно, хотя перезапуск приложения выполнял, и ничего, собственно, не помогло. Значит, какой у нас с вами вариант? В данный момент, если у вас идет плотинг, варианты либо его отменить, либо дождаться, пока закончится хотя бы последний плот у вас доделываться, чтобы зря его не переделывать заново. Значит, все остальные в очереди, которые у вас есть, вы просто удаляете и заходите, значит, в папку, дожидаясь полного окончания того, как у вас произойдет засеивание самого вашего последнего плота. Мы с вами открываем наш компьютер. Проводник в данном случае, после этого мы с вами открываем, значит, локальный диск C, затем пользователи, затем имя вашего пользователя, точка чья, и здесь у нас с вами майонет. Затем мы с вами встречаем папку под названием wallet, затем db, и вот это, короче, нам с вами полностью все нужно удалить. Ну, в принципе, вариант, как хотите, либо полностью папку wallet удаляете, либо все, что внутри нее находится, то есть это полностью все синхронизации, выполненные в кошелечке. То есть в данном случае, так как у меня интернет отсутствовал довольно долгое время, вот по этой причине такая ситуация могла и возникнуть. Поэтому я просто полностью сейчас удаляю все эти 4 файла и просто заново делаю, просто пересинхронизацию, проще говоря, но перед этим обязательно закройте приложение целиком. То есть вы его закройте, полностью 4 файлика стерли и запускаете заново, а потом ожидаете, когда у вас будет выполняться просто здесь вот синхронизация полнейшего вашего кошелька, а потом уже, как говорится, и решать. То есть если вдруг у вас ничего не сработает, как вариант полностью, если у вас есть, не Моника, надеюсь, вы записывали, сохраняли, это полностью удалить приложение, то есть со всеми целиковыми папками, которые у нас находятся здесь в Майонет, полностью делать пересинхронизацию, да, заново, других вариантов, к сожалению, ну, скорее всего, не будет. Полностью переделывается заново, заходить, создавать, а потом проверять. Если вдруг средства не вернутся, задавайте вопросы на ваш пул, а если же вдруг и в этом ситуации вам никто не поможет, то, возможно, кто-то получил доступ к вашему кошельку, особенно если вы где-то данные свои просто оставляли, либо же кому-то предоставляли. Так что будьте осторожны, берегите себя и своих близких, и свои биткоин, и любые другие криптовалютные кошелечки, чтобы у вас такого не происходило. Так что до новых встреч, скоро увидимся, не переключайтесь, огромное спасибо за внимание, будет много чего интересного, не забудьте подписываться на канал, ставить лайки, рассказать друзьям. До новых встреч, пока-пока, ребятушки.